Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, это канал Эпичный Индивид. Я нахожусь в лагере сыроедов и снимаю это видео с моего номера. На желание один с ребятами. Небольшой срач. Ну, всё как есть, короче, ребят, ничего не готовил. Жгучее желание обсудить тему. Тема эта около сыроедения. Потому что многие так увлечены культом еды и культом сыроедения, что вообще забывают о развитии, забывают того, для чего они сюда пришли. И многие вещают просто своё узкое мнение. Сейчас наблюдаю YouTube, он просто забит роликами, в которых негативное мнение. Вот этот 10 лет веганства человек, полминуты идёт, он просто полчаса льёт в воду. Я посмотрел, так и не понял, что он хотел сказать, например. То есть, ну, вот человек, давайте посмотрим, мне очень... Понравилась его харизма. Человек 4 дня на сырухе, который питается обычной пищей в Макдональдсе. В животе чувствуется голод. Я достал овощи, и сейчас буду делать салаты. Для этого мне понадобится морковь, помидорчик, цукини и вот этот салат, который я вчера покупал. Можно ещё будет добавить остатки авокадо. Давайте посмотрим, что происходит. То есть, такой пацан, ну, на правде, как есть, да, видите, в стиле. Голодухи есть можно, когда нечего есть. Ну, а так, если серьёзно, то это небо и земля поползают настоящих роллов. Так что, берём досточку и будем нарезать овощи. Ладно, это мы надолго сейчас затянемся. Короче, его канал, его канал, все видео о еде, вы посмотрите, это просто обжора. Как такой человек может сделать годный контент для сыроедства? Этот контент сделан для людей, которые, наоборот, не хотят туда переходить, не хотят интересоваться, хотят включить его 5-минутный ролик и увидеть, что простому смертному это невозможно. Переход на сыроедение осуществляется постепенно. И сначала осмысление приходит в голове. У тебя приходит желание, но ты не знаешь, как его воплотить. Потом ты набираешь энергию, концентрируешь внимание и постепенно меняешь пищевые привычки, меняешь микрофлору. Это процесс не одного года. Просто так не перейти на сыроедение. И я сейчас, находясь в лагере сыроедов, я преимущественно питаюсь сырой пищей. Но мы выезжаем в город, там есть кукурузные блюда национальные, лепёшки различные, сырные. То есть я не стопроцентный сыроед, я не претендую на это мнение. Но я замечу, вот, например, этот человек, который украинец глаголил, он сказал, что отвратительная еда. Я помню у себя прекрасно это ощущение. Я помню, как я не мог и сутки прожить без мяса. То есть в каждом приёме пищи должен быть кусок мяса. Что-то должно гнить в организме. Там у меня бактерии сидят, которые питаются этим днильём. Мне надо их покормить, они требуют. Что характерно сейчас моего состояния, то мне стали в кайф вообще все эти блюда. Вот я сейчас ем обычный вообще простой салатик. Это, короче, семена подсолнуха продробленные. Да, вот это вот непонятное. Это капусточка. Немножко-то морковочки. Вообще я ещё помидорку в прикуску делал с аджикой. Всё, загляденье салатным, ничего больше не надо. Я испытываю потрясающий набор вкусовых переживаний, когда ем это. А на Новый год у нас тут стол девчонки накрыли. Да вообще каждое блюдо за загляденье такое вот. Сначала я тоже это не понимал. Я когда в Крыму приехал, тоже на самом деле мне не нравится культ вот этого возения с едой. Когда я раньше, ну, веганил, термически обрабатывал пищу, много времени уходит на то, чтобы, ну, там, приготовить её, почистить, нарезать. Ну, в принципе, ты делаешь тот же, что и салат, то есть это много, да, времени занимается. Ну, ещё и два часа ты стоишь у этой сковороды, там, где-то всё мешаешь, то есть убиваешь это всё. А это жесть. Вот. И, то есть, изучайте, что я хочу вам сказать, изучайте досконально тему сыроедения. Если вы это переходите, то подпитывайте свои знания. Очень рекомендую Романа Милованова. Это прям, я не знаю, гуга, это прям, ну, наверное, наша вся, вся гордость, потому что он, ну, он говорит по сути, и он говорит такой смешной формы, чтобы не привлекать работы санитаров инопланетных, как бы, а информация у него полностью годная. Если бы я не был человеком зависимым, а я человек зависимый, я бывший наркоман, и свою зависимость к веществам я прям параллельно перевожу на зависимость от еды. Вот. И если бы у меня, ну, не было такого, ну, я такой, понимаете, я как бы, как сказать, сначала у меня падкие, да, такие инстинкты, что ли, срабатывают, а потом я в меру осознанности, своей воли останавливаю себя, то есть веду внутреннюю работу, идеологию, то есть у меня большинство процессов внутри проходит, снаружи их даже незаметно, то есть это работа, ну, с какими-то волевыми усилиями. Вот. В общем, если бы я был такой сосредоточенный и такой раз понял, ага, бухло плохо, я бы, естественно, больше не бухал, как и Роман Милованов, но, к сожалению, я не такой, и у меня есть затмение эйфории, и прочие, как бы, такие недуги. Именно поэтому я перешел на сыроедение. И сейчас, даже вот, перебиваясь, там, ну, порой веганской, да, пищей, три месяца, я вам скажу, дают о себе знать. В данный момент у меня очень переходный этап в жизни, у меня, ну, был, ну, можно сказать, и сейчас есть бизнес в Инстаграм, да, то есть у меня оплаченные там ресурсы, то есть я знаю там, ну, прокси, шмокси, все вот эти моменты, но мне не хочется этим заниматься, мне хочется заниматься Ютуб-каналом, друзья. Мне хочется прям вещать, мне хочется всего туда отдавать. И тема сыроедения, это не единственная тема, о которой я хочу говорить. У меня припасен багаж знаний, просто вопрос, как его структурировать и подать. Вот, но сейчас вернемся к сыроедению. То есть сейчас у меня есть отснятые ролики по прокшалане, про том, как я пару раз был в сухой голодовке в 88 часов, полном, и 60. То есть у меня есть ролики чистки на гранатовых горках. Я рецепт Чингисхана уже сделал. В общем, опыта достаточно, даже для сыроедов, даже тех, кто, ну, как бы, как, матерый сыроед, может присоединиться на мой канал и что-то для себя подчеркнуть, что-то обсудить, да, найти единомышленников в комментариях. Вот. А тот, кто, ну, вообще не столкнулся с этим, а только хочет познать, пожалуйста, интересуйтесь моим ресурсом, дополнительные ресурсы изучайте. А не так то, что вам в школе там преподали, там, ну, не буду вдаваться в конкретику, что мир так устроен, и вы все этому верите, у вас все это, я не знаю, как в Библии топором вырублено, вы так, вот, смотри, там, Гагарин первый посетил космос. Надо изучать информацию, пропускать через себя, чувствовать сердцем, а не гнаться за, о, сыроедение модно, давайте, мы тоже сыроеды, сейчас четыре дня, тьфу, я чуть легкий не выплюнул, годный контент давать я запилю, сейчас стану популярным. Вот, поэтому, друзья, кто осмысленный, кто стремится развиваться, вот, потому что тема семьи будет задета на моем канале, как-никак, я, ну, семейный человек, как семейный, не будем вдаваться в подробности, в общем, мне интересно развитие детей, отношения между мужчиной и женщиной, отношения отцов-детей, что еще вам сказать, берегите себя, вот, про себя еще рассказать, что, да, переходный период, я буду заниматься YouTube, я не знаю, чем точно буду зарабатывать на жизнь, то есть, все-таки мне придется каким-то, наверное, быть бременским музыкантом, вот, но это смелый шаг с моей стороны, это доверие Богу, это, ну, это мои личные уже, как бы, терки, да, мои личные достижения. Сейчас, в данный момент, вот, 7 января, у меня вот на, на табло, вот, кстати, тоже девочка, давайте посмотрим. Читать о ней, изучать информацию о ней, находить правильную еду, и мысли мои были заняты очень много мыслями о еде, правильную еду. Вот эта девочка рассказывает о том, что она перегорела, то есть, она, знаете, как, чтобы шаг сделать, там, два, думает, думает, думает. Мне тоже было первый раз, например, сложно пить соду, то есть, у меня просто в башке не помещалось, как так, то есть, сода, она же мне все сожгет, о чем вы говорите. Кстати, про кшалану с солью я так и не делал, потому что, ну, опять же, у меня в башке не помещается, то есть, как с сода. То есть, сода, я считаю, что будет усваиваться, но я даже не пробовал, я не могу об этом утверждать. То есть, я могу передать свой опыт на соде. Сода работает отлично, то есть, ну, тоже, многие, наверное, не понимают, о чем речь. Короче, не перегорите. Если вы стремитесь к твоей цели, подпитывайте себя информацией, подпитывайте себя мотивацией. И помните, что мозг, ваш ум, это всадник, которым должны управлять вы. Всадник, который управляет телом. Вот. Но умом должны вы управлять. То есть, если вами будут управлять желания, но к чему хорошему вы не придете, помните о том, ну, к чему это ведет. Так как вопрос, стал бы ли я этим заниматься, если бы мне не приносило это деньги. Также здесь вопрос, а принесет ли это пользу. В общем, рассуждайте, изучайте. Не знаю, зайдет такой формат видео, нет. Сейчас закину его без обработки. Вот. Ну, всем, всем любви, удачи, счастья. Субтитры сделал DimaTorzok